Культ поход Композитор, саунд-структуралист И Александра Глушкова Современная художница Мы позвали ребят, потому что Их работы представлены сейчас В Театре на Спасской на выставке Сопромат Эта выставка была организована совместно Культурным центром 5 этаж и куратором Дашей Ткачевой И Театром на Спасской Куратор, насколько я понимаю Юлия Инушайт со стороны театра Она была создана как open call Еще, наверное, месяц назад Даша приходила и рассказывала к нам на программу Об этой выставке Сейчас она открыта И все зрители Театра на Спасской Которые приходят на спектакль Могут ее посмотреть Мы позвали ребят и хотим Немножечко с ними поговорить поподробнее О тех работах, которые они представили На этой выставке И немного рассказать о себе Прежде чем мы к этому приступим Давайте мы все-таки слушателям Тем, кто не очень разбирается Переведем, что такое open call Дима, ты у нас специалист По переводу По переводу Ты сам сказал Ну это открытый отбор заявок С любых желающих То есть кто угодно мог подать заявку Кто угодно мог по определенному регламенту Который был представлен культурным центром Написать о своей работе Представить свои работы И отправить на открытый конкурс Ну по сути это открытый конкурс И отобрали, насколько я помню По-моему, семь Семь или сколько работ Семь или восемь, да Семь работ отобрали Вот И работы разного совершенно формата То есть это не обязательно Там живопись классическая Нет, ну это современное Это выступка современного искусства Хотя живопись, конечно, может Всегда включаться Но я вообще, знаешь, когда Увидела название Сопромат сопротивления материалов У меня была такая радость чистая О, ничего себе Сопротивление материалов Это какая-то латуровщина Это брюно латур Это сразу объектно-ориентированная Энтология, актерно-сетевая теория То есть я вспомнила у латура текст Когда вещи дают сдачи Когда вещи сопротивляются Я думала, что, честно говоря Будет в этом направлении Когда латур приписывает Актерность, равную позицию Людей и нелюдей То есть я думала, что Здесь как раз будет активность материалов И выстраивание вот этих горизонтальных отношений Ну и потом я почитала Кураторский текст Даши Поняла, что Даша все равно делает Немножко антропоцентричный такой проект А по-русски, пожалуйста Ну то есть ориентированный все-таки Где во главе стоит человек То есть с позиции человека Тогда как вот латуры Все эти теории, которые я люблю И которых, может быть, я хотела там видеть Они как раз выравнивание вот этих позиций И ухода от такой иерархии И постановки человека Во главе мира, в принципе Даша переводит эту тему Сопротивление материалов Все равно на человека У нее там вот есть такой текст Сначала она описывает Что сопротивление материалов Это наука о прочности и надежности Деталей машины и конструкции А потом дальше у нее Какое отношение это понятие имеет к искусству А если вместо слова машина и сооружения Поставить произведение То есть она все равно производит Некоторую подмену И дальше пишет о том А что если еще шире человека и отношения То есть она подменяет В принципе материалы, объекты Которые сами могут быть живыми Могут быть актерами То есть имеют свой язык И могут сопротивляться и давать сдачи Как буквально в тексте латура Здесь она подменяет через человека Через отношения Это другой ход Это не значит, что у меня какие-то там претензии Просто мне интересно Как этот перевод осуществился Ребят, как вы почувствовали, поняли Эту тему Как через ваши работы Это можно было бы Описать, рассказать Может быть, никак Просто расскажи Подождите, у меня сразу же вопрос То есть тема сопротивления Она так или иначе в работах присутствует Да, конечно Вот, и поэтому Что для вас Кто хочет начать Не знаю, Саша, Дима Кому удобнее Саша? Давайте, Александр Как это связано с сопротивлением С темой вообще О чем эта работа? Ну, вообще Меня сразу заинтересовал этот проект Потому что он Вязался напрямую С проектом Моей учебной деятельности Вы студентка? Да, да Я на последнем курсе И... Училище нашего художественного Имени Ролова Да, именно так Так Вот И тема сопротивления Это как одна из глав Условно И я делала иллюстрации На разные состояния Эмоции и чувства человека И, ну, соответственно Я сделала несколько вариантов И написала концепцию На самом деле У меня очень неоднозначное отношение К этой работе Потому что мой преподаватель Был изначально против этой темы Изначально против вообще идеи Способы исполнения И, ну, и я сопротивлялась Понятно Класс И реальность откликается И родились работы в теме сопротивления Нет, ну, может быть, сказать Что тема То есть работа называется Ку-е-би-ко Я не знаю, где здесь поставить Правильное ударение Да, и она описывается Как раз через состояние истощения Вызванное актом бессмысленного насилия И, по сути, этот арт-объект Представляет из себя Разделочную доску Которая Ну, я не видела Я просто видела фотографии Да, которая спещрена Разрезами Разрезами Да Царапинами, да И на ней нанесено Какое-то такое Изображение Условный такой Символ человека Да Вот тоже Почему именно такая форма Почему именно такое Вот такое Отображение получилось То есть, ну, насколько я понимаю Ну, не то чтобы понимаю Для меня Какой-то арт-объект Какое-то Произведение современного искусства Это Некие Аффекты Некие переживания Художника Да, которые Ну, в каком-то Материальном Или необязательно материальном Звуковом объекте Потом Выливаются То есть, вот что Именно вот С такой формой С таким вот Конечным результатом Какой процесс Может поподробнее Если Ну, расскажу вначале О названии Я сама не уверена В детстве В детстве В детстве Да Я когда разбиралась Как раз Учебным проектом Искала материал По эмоциональному Интеллекту И тому подобное Я нашла проект У другого дизайнера Там, где Он сам придумывал Состояние И пытался Дать им Намного точнее Ну Наисболе Точное определение То есть Это Нужно задавать Вопрос тому автору И я просто Интерпретировала Это по-своему Разделочную доску Я использую Потому что Она сама по себе Как очень яркий символ Который Ассоциируется И с бытом И с Готовкой И с острыми предметами Ну И с разделыванием Мяса Не Ну это прям Классный образ Мне очень понравилось Потому что Он содержит Огромное количество Коннотаций Много пластов Во-первых Ну это бесплатный труд Женский Да Который О котором можно Там говорить Это какое-то Такое неравенство Это и момент Быта действительно Присутствующий Почему обязательно Женский Ну потому что Это актуальная тема Современного искусства Понимаешь Феминизм Заготовить в семье Может и мужчина Это да Да Но Особенно мясо Особенно мясо Вот И плюс еще Здесь же есть Какая-то очень Ритуальная составляющая Если мы вспомним Там лекции Софьи Агранович Я помню Она рассказывала Что раньше Вот эти вот Разделочные материалы Это был порог дома То есть Это почему В деревнях Такие огромные Широкие пороги Деревянные Потому что Там как раз Разделывали Убивали Туши Туши Да И почему Это производилось Именно на пороге Потому что Под порогом Были захоронены Предки Ну то есть Их не хоронили Где-то Ну это прям В первом Как жертвенная кровь Получается С порога Стекала вниз Абсолютно верно Да То есть И вот этот перевод На какой-то Отдельный объект На эту доску Просто смотришь На эту работу И сразу такой Жух Сад расходящийся Тропа Классно получилось Спасибо Дима Расскажи о своей работе Пожалуйста Да вообще Ту нотацию Которую Гульнара Только что читала У нас ее не было Естественно Она потом возникла Она возникла Постфактум Видимо Когда уже Была Понятно Какая-то Общая картина И я как раз Воспринял Изначально Данную тему Она была Достаточно широкая Сейчас не вспомню Как она была Сформулирована Сопротивление Да Как абсолютно Отрат Процессоричную То есть Для меня Это была Именно Такая история И Поэтому я Подвязал Под нее Уже созданную Свою работу Аудиовизуальную Композицию Очень личную Очень Даже интимного Характера Потому что Я сейчас Ехал в автобусе Перечитывал Аннотацию Я не смог Ее дочитать до конца Потому что Ты опять Погружаешься Во все Те контексты Которые Туда закладывал И Зная Что будет дальше Ты не хочешь Читать дальше Не хочешь Это артикулировать Поэтому да Это чисто Такая Антропотетичная Личная история Которая Складывается Из очень многих Блоков Там есть Деление экрана Там есть Одно Состояние И это Некий конфликт И диалог с собой На тему Вообще структур На тему Моего личного Понимания композиции И композиторского Искусства На тему Того Насколько Важно Структурировать Некие события В пространстве В том Безвременном Пространстве Пандемическом Потому что Так или иначе Эта работа была Создана в апреле Насколько я помню Как раз таки В разгар Всей эпидемиологической Ситуации И Если коротко То это работа О тотальном ограничении И ограниченности Ну вот Когда я смотрела Этот Видеоперформанс У меня не было Ощущения Ограниченности У меня возникло Ощущение Полнейшей Какой-то Хрупкости Несмотря на то Что она структурирована Ты чувствуешь Там партитуру Ты чувствуешь Все заложены Некие алгоритмы Да Ощущение Какой-то Хрупкости Ненадежности И от материалов Которые ты там Используешь Да Дима там Полуонаженный Да Давайте мы просто Немножечко опишем Сложно конечно Такие вещи описывать Словами наверное Да Лучше смотреть Но тем не менее Все равно Давайте мы немножко Опишем Вот видеоряд Да Аудиодорожку Что там Попробуй Диму Вообще там Да Так как она была Записана в моей комнате В 4 часа утра Без какой-либо Аппаратуры Под одеялом С фонариком Без одеяла Без фонарика На полу Это период пандемии У тебя нет никакой аппаратуры У тебя нет Ни рекордера Ни нормальной камеры Ты подвешиваешь Аккуратно Под потолок телефон Несколько раз Настраиваешь его Часами настраиваешь Чтобы кадр выстрелился Так как тебе нужно Потом часами Выставляешь еще дополнительно Какую-то Очень плохую Аппаратуру Для записи То есть да То что говорит Гульнара Очень хрупкое Очень ускользающее Очень плохо артикулированное Потому что ты не можешь Артикулировать С такой плохой аппаратурой И вот ты Каждую ночь Буквально Репетируешь Работаешь Да По видеоряду Ну там статичный объект Где я лежу на полу На мне стоят Литровые бокалы Они привязаны Лесками К струнам Фортепиано Которые Там киршка снятая У фортепиано Поэтому они звучат Вот и звуковой Весь звуковой пласт Связан с тем Что я нащупываю Закрытыми глазами Эти нити Которые привязаны Ко мне И извлекаю из них звук Вот это по По визуалу Ну это уже Вот мы представление имеем Как это может выглядеть Да Да Ну это конечно Надо смотреть Да И потом Это работа С Медиа Это работа уже С постобработкой Там был записан В лайф режиме Звук сердца Ну параллельно Со всем этим Было записано Дыхание Были отписаны Все Очень Очень плохого Качества звуки Ну как бы Не такие должны быть В ситуации Которая Была на тот момент И все это Сложено В одну Аудиовизуальную Композицию Которая Разделена На несколько экранов Которые постоянно Меняются Там есть Несколько планов Негатив Обычный план Ну и в общем Такая на самом деле Безвременная вещь Потому что Ну Такой месседж Пандемии Это безвремени Это не ощущение Времени Это потеря Времени Которая может Длиться часами Может длиться Несколько часов Может длиться Четыре часа Но Месяцами уже длиться В моей интерпретации Это может длиться Только пока ты лежишь Пока ты можешь Выдержать Физически чисто Выдержать этот пласт И все это Сментировано В одну достаточно Короткую Девятиминутную Композицию Ну собственно Которая представлена На выставке Посмотреть Работы Я так понимаю Что можно только В театре Наспаской В интернете Хотя бы Ну какое-то Представление О них получить Возможно или нет Ну конечно Мне кажется В выставочном пространстве Ну то пространство Которое Театр Что закладывается Конечно основная Там идея Понятно что Лучше смотреть там Да И смотреть в комплексе То есть все работы Тематические Там же кураторская работа Проделана Потому как они расположены Я понимаю Да Но лишаясь возможности Приходить туда В связи с пандемией Да Конечно можно посмотреть Работа отдельно Это будет какой-то Другой фрейм Восприятие Это можно посмотреть У Димы на странице У меня в инстаграме есть В инстаграме В инстаграме В инстаграме В инстаграме Вот Фотографии есть На сайте Культурного центра Пятый этаж Я думаю Скажем Работу Ани можно увидеть Чисто вот таком В виде изображения В виде фотографии Мне кажется Там очень много Вот именно Этой материальности Которую ты Не сможешь Ну не передает Конечно Экран компьютера Это все Я не призываю Конечно всех рисковать И идти куда-то смотреть Что значит рисковать Ну все равно Есть ощущение какое-то Не знаю как у тебя У меня есть ощущение Пандемии Напряжение Да Когда ты решаешься Это такой Очень осознанный выбор Когда ты все-таки Куда ты решаешься Идешь что-то посмотреть Может это я такой Паникер И тревожный товарищ Вот Но да Это можно увидеть в интернете Я еще хотела Не знаю Может быть в целом О вас Как о современных художниках В принципе Вот ты сказала Саша Что не понял И был против Преподаватель Преподаватель Да У Димы Абсолютно похожая ситуация В колледже Где он учится То есть Даже там композиторы 20 века Воспринимаются Насколько я понимаю В штыки Да И это вообще Очень сложная Коммуникация С образовательными Учреждениями С институциями Да И Как вы выбрали Этот путь Как вы собираетесь В нем существовать И как Вот это Постоянный момент Конфликта Может быть С региональным Контекстом Все-таки Связан с кировским Да Вот это Непринятие Современного Искусства В принципе Поделитесь Вот Дима Воин Насколько я знаю Он прям борется Со своими Преподавателями Саша Как вы Вы находите Все-таки Общий язык Несмотря на Некоторые Непонимания Ну конечно Приходится По крайней мере Сейчас последний Курс уже Там Да Вот осталось Осталось совсем чуть-чуть Потом это будет проще Наверное Ну кто знает Что будет дальше Нет Просто В плане Художественной деятельности Позиционируется То что Ты должен Вначале Изучить Грамоту От и до Ну Академизм А уже потом Зная все Азы Ты можешь Их нарушать Ну мне кажется Это Везде Вот И Пока ты Учишься Да У тебя есть Какой-то Максимализм Тебе хочется Нового Тебе хочется Творчества Это Это Делать всем Наперекор Вот У меня был такой Период Прямо сильный Но сейчас Я стала понимать То что нужно Во-первых Себе жизнь упортить И находить Общий язык Вот И Заниматься Чем-то таким Нетрадиционным Можно просто В неучебное время А есть какие-то Ну я так понимаю Если в этом году Вы оканчиваешь То есть Есть какие-то Намерения Стремления В сторону Опять же Риска Двигаться Дальше Учиться Где-то Работать Куда-то Подаваться Или может Уже сейчас Что-то происходит Сейчас Что-то происходит Что? Ну я На самом деле Сейчас пытаюсь Проявить себя В разных Конкурсах Выставках Вот А в целом Я бы хотела Себя попробовать Художникам Театра кино То есть Планы поступить Куда-нибудь На сценографический Может быть Да? Класс Отлично Желаю удачи То есть После этого Года учебы Будет и дальше Учеба Если все Сложится удачно Я надеюсь Хорошо То есть Получается Что Александра У нас ведь Не готовят Этих специалистов В Кирове? Да Да нет Конечно Ну вот То есть Александра Я так понимаю Двинется дальше Из Кирова Так У Дмитрия Какие планы? Дима Это вообще Уникальный случай Я не человек Компромисса Да Я не иду Компромис С институциями Потому что У меня есть четкая позиция Насчет институции Насчет того Что они делают И как Поэтому Да Конфликты были Достаточно Длительное время Неизбежны Сейчас это все Сгладилось Потому что Пандемия Всем не до этого Все успокоились Я тоже успокоился В этом плане Но даже Существование В какой-то момент Автономное Ну как бы Композиторов тоже В Кирове не готовят Нет такой специальности Композитор Или там Саундструкторалист Как Меня называет Тем более нет Поэтому С какого-то момента Я считаю Автономно Как отдельная Институция От учебы Творческая единица Я учусь Но в то же время Занимаюсь Собственной деятельностью Но даже Такой вариант Приводит к конфликтам Потому что Соцсети Потому что Какие-то посты Вконтакте Они тоже вызывают У администрации Колледжа Особый интерес А колледж какой Мы не сказали По-моему Да Музыкального искусства Имени Казинина Это который На Казанской Углоспасской Казанской Да Даже Какая-то публикация Твоих работ Вызывает Интерес Со стороны администрации Со стороны колледжа Они считают Это неприемлемым Есть такая позиция Есть конфликты Достаточно мощные На этот счет Хотя Это с ними Никак не связано Хотя Опять же Я очень сильно Дистанцировался Вся моя основная Деятельность Это Москва Санкт-Петербург И международная Область Но Да Я с какого-то момента Не работаю с институциями Я против институции В таком виде В котором они существуют У нас в городе Но и самое главное Я против снобизма Который Просто повально существует В академическом Музыкальном сообществе Мне кажется То о чем говорят Дима и Саша Сейчас Это Какой-то уже Непреложный момент Современного искусства В принципе То есть Если размышлять О том Что Что в этом Искусстве современного И думать о том Почему оно Откликается На современность Мне кажется Вот Сами объекты Сами продукты Искусства Уже Для меня лично Не настолько интересны Мне как раз Интересен Нет В современном искусстве Мне как раз Интересен Во-первых Процесс труда Создания Да Зачастую труда Неоплачиваемая Зачастую труда То есть Создание Какого-то произведения Только По желанию Да Это опять же Взаимодействие С институциями Вопрос оплачиваемости Вопрос бесплатного Труда Довольно тяжелая Такая Тема Связанная опять же Современностью Во-вторых Мне интересен Ну не только Процесс создания Но и Опять же Весь комплекс Который возникает Опять же Взаимодействие С институциями Институциональная критика И Тот отклик Который возникает В процессе Создания Какой-либо выставки Да То есть Мне интересен Момент разоблачения Того Как происходил Этот момент То есть Вот тот Например Скандал недавний С проектом Не Москва Гораздо важнее Наверное Не работы Которые там были представлены Да Тот прецедент Который был создан То Как об этом Стали говорить И то что ребята Сейчас рассказывают Да Для меня Вот это вот все И есть современное искусство По большому счету А не только Те объекты Те Работы Которые представлены Которые зачастую Мы воспринимаем Все равно Как Ну как потребители Да Иногда есть такой подход Что ты приходишь Куда-то на выставку Да Получаешь какой-то Вау-эффект Да Что-то там Через себя пропускаешь Мне кажется Гораздо важнее Все что вокруг От процесса До Какой-то До критики И до Момента переосмысления Взаимодействия С этими институциями Да Мне кажется Этот дискурс Ну в принципе Уже не актуален В каком-то смысле Ну в том виде В том виде В котором он существует У нас в городе В плане Открытого Нарративного Противодействия То есть Для меня Оно не работает Для меня Оно не актуально В плане дискуссии Потому что Это Некий первый пласт Самый поверхностный Да Когда ты Конкурируешь с институцией Просто на уровне того Что у тебя есть Некая другая позиция Которая не принимается Но лично мне Это неинтересно В какой-то момент я понял Что Открытый Противодействие Институции Которым собственно Я занимаюсь Вынужденно В этом плане Он неинтересен Потому что это достаточно Поверхностный уровень дискурса Вот не Москва Это Это другое Это про оплату Это про цену Это про Работу художника Про работу художника Про роль художника Вообще Про позицию художника Про уважение к художнику Во многом Да Но здесь просто Как бы Снобистское неприятие Это мне кажется Не тот уровень дискурса Который Хотелось бы Получать В современном обществе Создавай новый Кирове Давайте на эту тему Сейчас втроем Сообразим Да Но вот у Дмитрия Это есть планы уехать Или есть планы Остаться все-таки Я достаточно давно Ничего не делаю В Кирове В плане Собственной деятельности Ну тебе буквально Несколько дней назад Приехал из Москвы Был там практически месяц Поэтому Для меня не стоит вопрос Оставаться или уезжать Человек мира такой Да Я не думаю Что в современном обществе В принципе есть Какие-то вот эти Геолокационные точки На которых ты должен Останавливаться Да Я все-таки За Размытые Я за размытые существования Так Александра Да нет Ничего Была реплика такая Хорошая Какая-то Где я родился Там и пригодился Нет Ну зачем же так Почему Мне кажется Это тоже может быть Это тоже может присутствовать Если у тебя такая позиция Нет Шутками Понятно Так у нас времени Сейчас с вами 28 минут 29 минут Я думаю Что мы наверное Сейчас с Гульнарой Озвучим список призов Отлично Давай Потому что после перерыва Мы уже начнем задавать вопросы Чтобы дать возможности Нашим слушателям Еще и выиграть что-то Итак Пригласительные в театр кукол На ближайшие выходные 24 октября Два часа дня Волшебная лампа Аладдина Ограничение 6 плюс И 25 октября 11 часов Носорог и жираф Ограничение 0 плюс Это для самых маленьких Также у нас есть Два билета На любой фильм И сеанс в кинотеатре Дружба Так У нас есть Книги От магазина Читай город Спасибо большое Магазин Читай город Дмитрий Захаров Средняя эда Современная Злой Неоднозначный роман О богах и героях Власти и оппозиции Актуальный роман О смысле жизни 18 плюс Название мне очень нравится Но аннотация Как-то немножко смущает Современный роман О средней Ладно Роман Сенчин О привет роман Петля В книгу Вошли повесть Петля и 10 рассказов Совсем новой И пронзительные Проза писателя Ограничение 16 плюс Так Полина Санаева Черная водолазка Неторопливые и любопытные Повествования В жанре потока сознания Современной горожанки 16 плюс Интересно, сколько раз Мы сегодня слово Современный Принесли Современный Потому что современное искусство Современная горожанка Современный роман О смысле жизни тоже У нас есть пригласительные В филармонию На концерт Людмилы Кононовой 25 октября В 17.00 Ограничение 12 плюс И пригласительные В театр Нас Паской На спектакль Два Веронца 30 октября 6 часов вечера Ограничение 16 плюс Ну и напоминаю Что те книги От магазина Читай город Которые мы сегодня Разыгрываем А также другие книги Можно приобрести В двух магазинах Читай город В Кирове По адресам Торговый центр Крым И торговый центр Театро Театро соответственно Преображенская 65 А торговый центр Крым По-моему 103А Улица Ленина Да Вот Сейчас после рекламы Наши гости Будут задавать вопросы Звоните Уважаемые радиослушатели И выбирайте призы Которые вам понравились Отвечая на вопросы Ребята Уходим на рекламу Реклама Культ поход Программа Культ поход Продолжается В студии По-прежнему Мы с Гульнарой Гариповой И наши гости Сегодняшние Дмитрий Ефремов Александра Глушкова Мы говорим О выставке Сопромат В Театре На Спасской Выставка Современного искусства Но сейчас Мы будем Разыгрывать призы Ребята Подготовили Вопрос Как раз По теме Современного искусства И первый вопрос От Димы Да В 20 веке Искусство В принципе Понятие музыки Постоянно Переосмыслялось И один из Достаточно влиятельных Композиторов Того времени Сказал Что музыка Это все Что звучит вокруг Вопрос Кто это был Три варианта ответа Варианты ответа Да Филипп Глаз Джон Кейдж Или Арва Перт Три варианта Ответа Можно попробовать Угадать Я не знаю Удастся ли Нагуглить Честно говоря Удастся Удастся Очень легко Да Да Ну в принципе Можно догадаться 211-101 Наш номер Телефона Уже звонок Уже есть звонок Сейчас я думаю Что продюсер его примет И нам подключить Слушателя Вот прям поклонники Современной музыки И мы спросим У слушателя Кстати Он сразу будет отвечать Он знает правильный ответ Он гуглил Или он будет угадывать Примешь? Да Добрый день Добрый день Как вас зовут? Меня зовут Игорь Да Игорь Вы знаете правильный ответ? Или вы будете угадывать? Или вы успели подсмотреть? Очень сложный вопрос Очень Да Прямо Даже и посмотреть Ты не успел И посмотрим Думаю Хоть приз-то завоевать То хотелось бы Хорошо Давайте мы повторим Имена композиторов И вы выберете Дима, пожалуйста Да Кто дал определение музыке Как музыка Это все, что звучит вокруг? Джон Кейдж Подождите Как звучит? Музыка Это все, что звучит вокруг А, все верно Филипп Глаз Джон Кейдж Или Арва Пярд А последний Это кто был? Арва Пярд А еще раз повторите Филипп Глаз Джон Кейдж Нет, нет, последнего Арва Пярд Арва 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 Ага Понял Игорь, вы будете Я думаю, первый все-таки Первый, это кто? Кто там? Глаз То есть вы думаете, что Нет, просто и беда такие сложные Вы не запомнили Понятно Я в свое время немецкий изучил Нет, к сожалению, это неправильный ответ Ну тогда все Подождите, мы даем вторую попытку обычно Давайте Конечно, вторая попытка обязательно Давайте, Игорь, пробуйте Так, выбирайте из Кейджа и Арва Пярда Кто из них? Как последнего-то зовут? Арва Пярд Фамилия как? Пярд Пярд? Да Так, ну я все-таки, наверное, на серединке остановлюсь Кто там второй-то был? Кейдж, да? Да Это правильный ответ? Да Да, Игорь, вы угадали Поздравляем вас Какой приз вы хотели бы получить? Я хотел в театр сходить В театр Наспаской или в театр Кукол? Нет, в театр Наспаской В театр Наспаской Отлично, тогда оставьте, пожалуйста, свои данные нашему продюсеру И пригласительные в театр Наспаской будут ваши Спасибо вам Да, они у нас в редакции, вам расскажут, как их забрать Едем дальше С вопросами Слушайте, ну, повеселил, конечно, меня Игорь Я думала, что он будет Он будет угадывать А он, видимо, себе там набирал, да Записывал на бумажке Нет, ну, это такая уже просветительская функция программы Да, сейчас три композитора, как минимум, Игорь будут известны Может быть, даже возникнет какое-то любопытство И человек послушает и почитает Игорь, делайте это обязательно Особенно армопиар-то послушайте Это такая очень кировская тема в свое время Борис Павлович познакомил через свои спектакли Через свои работы с этим композитором И не только Павлович, кстати Потом у Степы Пиктеева в спектакле тоже звучала армопиар Такой классный был совершенно спектакль По Мехаузену Жалко, что всех их, по-моему, уже не осталось в репертуаре Но, тем не менее Так, разыгрываем второй вопрос от Александры Итак Кто из этих трех художниц считается бабушкой перформанса? Из них Джоан Джонас, Йока Оно и Марина Абрамович Марина Абрамович, Йока Оно и Джоан Джонас Звоните, уважаемые радиослушатели Бабушка перформанса 211-101 Это уже такое устоявшееся выражение Кто у нас бабушка перформанса? А почему бабушка, кстати? Ну, потому что лет ей уже очень много Сколько? Так, не проговорись Только не проговорись Наверное, ну... 70 Больше 70 Больше 70, да Я, правда, к сожалению, не знаю ее биографии Есть ли на самом деле у нее настоящие внуки То есть бабушка имеется в виду не в коннотации Ну, не в русском таком понимании Бабушка-бабушка А в том, что, наверное, действительно возрастная какая-то Бабушка как патриарх Да, да, да Есть звонок? Нет еще? Тоже не в буквальном, кстати говоря, смысле этого слова Да, была где-то года два назад шутка Что бабушка кировского перформанса у нас Это Ира Брежнева Потому что это человек, который Через современный танец, через перформанс тоже Подобного рода искусство у нас продвигает Есть звоночек Ну, Ирина, бабушка, это сложно, конечно Да, ну, представьте В том и дело, да Добрый день Добрый день А как вас зовут? Это Олег Да, Олег Будете угадывать или знаете ответ? Нет, попробую угадать Ну, давайте Будем угадывать Саша, повторите, пожалуйста, если вам сложно Начнем с Йоковона А, начнем с Йоковона Ну, нет Нет? Нет, нет, нет Это очень просто, говорят наши гости Нет, это не Йоковона Давайте еще одну попытку Осталось Джоан Джонас и Марина Абрамович Пусть будет Марина Абрамович Еее Отлично Да, да Поздравляю Вы угадали Да, это правильный ответ Давайте мы про Марину немножечко сейчас вот расскажем Да, после того, как Олег выберет приз Олег, куда вы хотите Или, может быть, вы книжку хотите? Книжечку вот первую, которую вы зачитали Которую Дмитрий Захаров Средний эдос Современный злой Неоднозначный роман О власти и оппозиции Да, да, да Хорошо, Олег, мы за вами записываем эту книгу Но вы человек опытный Вы знаете, куда за призами приходить Книга у нас Да, спасибо большое Так что, пожалуйста, ждем Спасибо Сейчас нас немножечко, наверное, Александр познакомит Саша, твой вопрос Расскажи Равничает в своем отношении Может быть, к ней Почему именно этот вопрос возник? Ну, на самом деле Какие-то отрывки из ее перформансов Очень известны И гуляют по интернету И, ну, они запоминаются Даже если ты не знаешь этого художника Вот Бабушка-то она, почему? Не могу ответить, почему именно бабушка Но, ну, действительно, она уже достаточно зрелая С интересной судьбой С интересной биографией Влюбилась я в нее окончательно После документального фильма Вот Не знаю, что меня цепляет в ее работах Особенно совместные С другим художником Лави? Да Их судьба вообще Как раз Вот это вот Взаимоотношения их Мужское, женское Очень интересно за этим наблюдать Размышлять Это мое чистое отношение К ней А любимый какой Перформанс? Ты сказала, что вот после Фильма, да? Окончательно там Влюбилась А все-таки Я влюбилась в ее личность Ага Хотя, наверное, ну, какая-то самая Эмоционально насыщенная Есть у нас время еще Поболтать? У нас остается совсем немного времени А давайте тогда вопрос Вообще я бы на самом деле вопрос задала Да, потому что у нас слишком много призов Хорошо Да, продолжая Вручать Вручать Продолжая тему с американским авангардистом Джоном Кейджем Где-то в середине 20 века он написал пьесу «О слово, о способах» Так медленно, насколько это возможно И с того момента она исполняется в течение 639, если не ошибаюсь, лет Вопрос очень простой На чем ее исполняют? 639 лет На чем можно исполнять такое произведение? На чем можно исполнять произведение? 639 лет назад были какие инструменты? Нет, нет, нет Оно исполняется в середине 20 века А, так, подождите Тогда я не понимаю, почему 639 лет? Ну, это самое максимальное было вычислено число исполнителями Это сделали сами исполнители Он просто написал, что эту пьесу нужно исполнять так медленно, насколько это возможно И группа исполнителей взяла и решила, что она будет исполнять ее 639 лет Ну, это достаточно простой вопрос в плане того, что не все инструменты позволяют исполнять что-то перманентное 639 лет Насколько я помню, в этом году они меняли ноту с одной на другую И в этом году начался новый цикл с новой нотой, так сказать Вопрос в том, на чем исполняют это произведение? На каком инструменте? То есть это инструмент, который позволяет? Это абсолютно классический инструмент, да, традиционный Только произведение? Только произведение длится длительно Слушайте, а мы будем варианты какие-то давать? У нас просто полторы минуты остается до конца Я боюсь, что сейчас могут не успеть По-моему, есть звонок уже Да, добрый день, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста Алло Алло Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день Есть догадка, но хотел бы услышать, у меня подсказки есть? Нет, подсказок пока нет, давайте сначала вашу догадку, а там потом с подсказками разберемся Может быть, это орган? Отлично, да, с первого раза С первой попытки прямо, да? Абсолютно верно Как вас зовут? Вы забыли представиться Александр Александр, поздравляю вас Куда вы хотите? Или, может быть, вы книжечку возьмете? Кино хочу Кино хотите? Дружбу? Тогда не кладите, пожалуйста, трубку, Александр Ваши данные оставьте продюсеру, я после эфира вам расскажу, как можно забрать билеты в кино Ну вот, можно догадаться 30 секунд остается у нас Будем прощаться? Будем прощаться уже, да Будем прощаться и приглашать всех на выставку «Сопромат» в театре на Спаской Ну, в принципе, на спектакль, потому что выставка, она не сама по себе Она связана со спектаклем, который называется «История одного преступления» И вообще идея этой выставки, она была связана с пьесой, которая лежит в основе этого спектакля Действительно, работы можно и при просмотре любого другого спектакля, насколько я понимаю Конечно, конечно Спасибо большое нашим гостям Дмитрий Ефремов, Александр Глушков, участники выставки Дмитрий саунд-продюсер-композитор, Александра современная художница Оба совершенно молодые еще такие, да, заряженные И я очень надеюсь, что ваши планы, которые вы там себе строите, они, конечно, осуществятся Давайте современные искусства в хиро Спасибо Культпоход на этом завершается, до свидания Культпоход